МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Безопасно ли мясная и молочная продукция? Специалисты Минсельхоза проверили соблюдение норм законодательства об этой сфере на территории второго рынка. Достойная награда за вклад в образование. Меценат из Дагестана, инициатор создания центра «Люминари» получил премию в 1 миллион долларов. Встреча в Муфтияти. Духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с делегацией Ставасаранского района. Специалисты Министерства сельского хозяйства проверили соблюдение ветеринарных норм на территории второго рынка. Это одна из самых крупных торговых точек республики. О том, насколько на этой торговой площадке соблюдаются правила безопасности, расскажет Фатима Тханапова. Несмотря на будний день, торговля на рынке номер два идет полным ходом. Перед тем, как попасть на прилавок, весь товар отправляется в лабораторию. Эксперты проверяют, безопасна ли мясная и молочная продукция. Нас это не устраивает, что чересчур ужесточенный контроль. Сильно контролируют наши ветеринарные врачи. Ни одна барашка без Меркурия, без печати сюда не поступает. Если прибудет машина, ее обратно отправляют. Бывает даже нам их жалко, привозят клиенты, привозят мясо, но очень жестко они их сопровождают обратно. Обязательное требование к поставщику – регистрация в системе Меркурия. Это позволяет отследить путь поставки и проверить, благополучно ли то или иное хозяйство в том, что касается здоровья скота. В день сюда поступает до 130 туш баранины. Над молочной продукцией тоже налажен лабораторный контроль. Избежать проверки не получится. Да и по словам специалистов, никто не стремится. Производитель сам вносит всю информацию. Без сопроводительных документов сюда, на рынок, ни одна туша не поступает. Мы первым договором смотрим вот этот документ ВДС. После этого смотрим наличие предварительного осмотра на них, на этот туш. Если это есть, мы допускаем на территорию рынка. После этого в лаборатории проводят ветеринарные врачи экспертизы. Экспертиза в чем заключается? Значит, визуально смотрим на цвет, запах, консистенцию, степень обеспровленной, степень загрязнения. Есть ли такие? Если есть, вот таких не допускается. У павильона, где реализуется говядина, мы решили узнать мнение покупателя. Махачкалинец Мурат Гаджиев признается, что он здесь постоянный клиент. Приобретаемой продукцией доволен. Мясо всегда хорошего качества, свежее, без всяких опасений. Я знаю, что здесь вес контроля поставлены на хорошем уровне, их служба поставлена на хорошем уровне. Они постоянно здесь, даже когда ходишь, они между рядами ходят, проверяют. Поэтому можно без опасений мясо покупать. Даже кур покупаем, здесь все покупаем, все мясное. Никаких проблем нет, хорошего качества всегда мясо. На втором рынке запасаются продуктами многие махачкалинцы. К тому же здесь закупаются образовательные учреждения, предприятия, общепита и гастрономы, что, соответственно, требует особого контроля за стороны соответствующих структур. Патемат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, цена литра 95-го бензина составила 45 рублей 8 копеек. Самый дешевый бензин в Казахстане. В пересчете на российскую валюту цена литра 95-го здесь составляет всего 27 рублей. Однако по доступности бензина Россия заняла только 17 место. Как выяснилось, на свои среднемесячные зарплаты россияне могут приобрести порядка 884 литров бензина. По мнению экспертов, подорожание бензина в нашей стране в этом году не превысит темпов инфляции. То есть цена возрастет не более чем на 34%. Семь дагестанцев стали финалистами конкурса «Лидеры России». По итогам очередного этапа в суперфинал от СКФО вышли 30 человек. Семь из них представители нашей республики. Организаторы управленческих соревнований отмечают, что участие в конкурсе – это уже показатель профессионализма и стремление приносить пользу обществу. Напомним, суперфинал пройдет в Сочи. Всего на конкурс управленцев в 2020 году поступило около 240 тысяч заявок от представителей всех субъектов России. Конкурсы «Лидеры России» проводятся по поручению президента страны и являются флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Меценат из Дагестана получил премию в 1 миллион долларов за вклад в образование. Инициатор создания центра «Люминари» в высокогорном селе Хрюк Ахтынского района Абдул-Желел Абдул-Керимов стал победителем международной премии «Рыбаков прайс-2020». Премия предназначена для предпринимателей, филантропов и инвесторов в сфере просветительской деятельности. Она учреждена Игорем и Екатериной Рыбаковыми. На победу в премии претендовали 16 человек, в том числе иностранные граждане. Лауреата в гран-при выбирала международная жюри. Табасаранский народ всегда славился выдающимися личностями. С такими словами, муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди обратился к делегации из Табасаранского района. Встреча проходила в муфтиятие Дагестана. В состав делегации вошли религиозные и общественные деятели района и председатель совета имамов муниципалитета Ансар Рамазанов. О чем говорили на встрече Абдулла Алиев. Муфтий Дагестана начал встречу с благодарственных слов в адрес Табасаранского народа, похвалив его представителей за твердое следование каноном ислама. Далее шейх положительно отозвался о просветительской работе имама Табасаранского района Ансара Рамазанова и всех присутствующих, подчеркнув их большой вклад в дело духовного просвещения муниципалитете. Затем муфтий отметил важность укрепления братских отношений и преодоления споров и конфликтов. Бисмиллахи ррахману ррахим. Хуззил арфа, ва амур бил урфи, ва ариф банил джахилин. Коротко я буду перевести. Вы говорите, берите для себя вооружение, прощение людям. Если они что-то вам говорят, прощайте им. Вот это, говорит, берите вооружение. Ва амур бил урфи. Вы говорите, что все время людей призывайте к хорошему. Ва агрид анал джахилин. А если, говорит, джахилин невежды по отношению к вам или же что-то будут совершать плохие деяния, отвернитесь от них. Им не отвечайте таким же отношениям. Вот это тоже очень важно особенным алимам. Кроме того, муфти рассказал о Тасауфе – учении, которое, по своей сути, является образцом духовного очищения. Ахмат Афанди отметил, что следованием пути тариката не должно становиться причиной раздоров среди мусульман, а наоборот, должно сплачивать их. Дагестанцы – ахлу Тасауф. Они придерживаются тариката. Но здесь, в Дагестане, разные направления. Тасауф не должен стать причиной раздора, разногласия, смуты. Не должен стать. Наоборот, Тасауф должен стать причиной сплочения. В свою очередь, представители делегации вспомнили годы вторжения террористических банформирований в Дагестан. Отметив значительную роль муфтия, в то время словом и делом способствовавшего укреплению единства жителей республики перед лицом реальной опасности. Я люблю сохранить газеты с 98-го года. Ас-Салам, папка, вот такая мечета есть. Вот, ас-Салам, газет, 99-го года. Что я хочу сказать? Вот, в 99-м году, августе месяце, когда через эти напали на нас в Дагестан, ваше обращение здесь, вот я что хочу сказать, ваше первое обращение к дагестанскому народу, здесь есть в этой газете, вот, просто, что вы посмотрели, вспомнили это время, тогда народ Дагестана вас поддержал, за вами мы шли, все мы успокоились. И все первое обращение к дагестанскому народу показал свою сплощенность вокруг муфтия и вокруг руководителя нашей республики. Встреча завершилась с вручением памятных подарков от муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Абдулла Алиев, Алясхаб Магомедов, Халит Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Мольбы от вас прошу. Так называется новая книга кумыгского поэта и журналиста Багавуддина Самадова, презентация которой прошла в актовом зале Гуманитарно-педагогического колледжа. Место проведения презентации выбрано не случайно. В ГПК большое значение придается изучению литературы, как классической, так и национальной. Поздравить автора пришли представители кумыгской интеллигенции, коллеги, друзья и близкие. В книге немало стихов духовного содержания, посвященных поклонению Всевышнему, почитанию пророка Мухаммада, а также исламским праздником и именитым ученым-богословом. Багавуддин Самадов отмечает, что на создание этой книги его вдохновило желание пробудить у людей интерес к духовным ценностям ислама. Сейчас поэт уже работает над новым сборником стихов, который должен выйти в свет уже в ближайшее время. В этой книге размещены стихотворения, которые призывают и молодежь, и взрослые наши поколения к терпимости, толерантности, чтобы мы придерживались нашей религии, ислама. И чтобы мы почитали и Коран, нашу священную книгу, и нашего пророка Мухаммада, и, конечно же, поклонялись нашему Всевышнему Творцу Аллаху. А у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова